Сегодня предпоследнее утро пребывания в Лазурном И хочется сделать небольшой обзорчик этих дней, проведенных здесь Получается, по дороге, по транспорту, как добирались сюда Добирались сюда из Киева на поезде сначала Поезд прекрасно по времени едет В 20.26, по-моему, отправляется из Киева В 6.14 он по расписанию, без опозданий, приехал в Херсон В Херсоне очень удобно подвязаны поезда со всех направлений Подвязаны маршрутки и едут по трем популярным курортам Херсонской области Это Скадовск, Лазурное, Железный порт В Скадовске мы еще будем чуть дальше Лазурное, это, можно сказать, как раз оно находится посередине между Скадовском и Железным портом И можно назвать это как раз действительно таким средним вариантом отдыха Поскольку Скадовск он больше подходит для отдыха с детьми Там море является частью залива Джарилгачского Там довольно мелко, поэтому очень комфортно, удобно отдыхать с детьми Не очень, как по мне, там пляжик, но мы еще посмотрим, как он будет выглядеть Вот, что касается Железного порта То это отдых больше такой тусовочный, молодежный, шумный Ну, я там не был, но насколько по отзывам слышал об этом Ну, а Лазурное здесь как бы сочетается все Здесь можно найти и спокойный отдых для семьи Ну, и также есть где отдохнуть, развлечься, повеселиться Вот, буквально, если там посмотреть за этой горкой То, ну, и выйти на условную набережную Там будет находиться развлекательная зона Один из самых таких больших заведений танцевальных Это клуб Апельсин Разные есть аттракционы Качели, карусели, машинки Аэрохоккей Ну, и куча всего другого Вот, также там идут развлекательные Ну, даже больше не развлекательные, а пищевые заведения Ресторанчики, кафешки Вот, ну, и во многих из них присутствует музыка И танцевальная, и живая, какая хотите По спокойным местам Это, вот, если стоять лицом к морю Можно пойти, например, в крайнюю левую часть пляжа И если, ну, смотря там, где вы находитесь, конечно Ну, если дойти до конца этого пляжа То, конечно, будет такой пролив Который создает, с одной стороны, Джерлгачский залив С конца пляжа можно будет увидеть Уже начало острова Джерлгач Он будет в пешей доступности Для любителей дикого спокойного отдыха Это прекрасное место И на остров Джерлгач со стороны Лазурного Можно дойти пешком по воде вброд В зависимости от разных сезонов От разных годов Этот брод меняется Раньше я переходил вброд по Как раз по проливу непосредственно Сейчас же мы переходили по заливу Там, как говорилось, чуть глубже в залив проходить Ну, в любом случае Люди туда ходят Движение видно, есть За людьми можно всегда пройти Или у кого-то спросить Ну, а там, конечно, очень комфортно, приятно Вот сейчас где-то пол седьмого утра Пришли мы сюда вообще в шесть Пляжик такой спокойный, чистый Чистый от людей, скажем так Вот, ну, где-то начиная с девяти И дальше тут появится очень много людей Буквально на головах будут сидеть друг у друга Поэтому, ну, как бы не для всех Такой отдых приемлем Вот, а на острове Вы можете отойти куда-то подальше И там, сделать Создать себе такие условия, когда Сто метров в одну сторону Сто метров в другую сторону Вы не будете видеть никого По питанию Лазурном Как я сказал, есть много разных кафешек Возле автостанции Ну, такая, условно Условный центр Там автостанция Начинается рынок Есть Сразу за Курлосудочным супермаркетом Есть такое заведение, как стекляшка В принципе, тут довольно неплохое место Для бюджетного питания Разнообразное меню Ну, лично мне По моему вкусу Там понравилась Рыба В принципе, сладости Можно там брать К примеру, там Кусок хека Можно было взять За 30 гривен Это вообще Можно сказать Очень дешево Также Напротив Сразу Там Немножко Пройтись Напротив Есть еще Одна подобная Скаловая Ну, как бы Это Чтобы понимали По Своему Скажем Принципу работы Напоминает Чем-то Пузату хату То есть Поднос Берем Идем Набираем Все, что нравится Потом касса рассчитывается Вот Кому нравится Что-то еще Можете пройтись Там дальше Будут Различные Кафешки Ресторанчики Ну и Недалеко от Пляжей Всегда есть Разные кафешки Где есть Просто что-то И под заказ И комплексные Обеды И завтраки То есть Каждый может Выбрать На свой вкус Ну и Есть магазинчики Где можно Что-то покупать И готовить Если есть у вас В месте жительства Такие возможности Также Недалеко от Вот этой стекляшки Вот этого общепита Есть Начинается Там уже сразу Рынок Если Пойти Не по Прямой По рынку Там По прямой Будут кищевые ряды А сместиться Вправо Крайние ряды То там Будет Продуктовый Базарчик Много Овощей Фруктов И как правило Они дешевле Чем на Главных Магистралях Идущих к морю Поэтому Вот рекомендую Сразу Заглядывать туда Также там Есть еще И хозяйственные Магазины Где можно Прикупить Все Недостающие Там всякие Зубные пасты Шампуни И так далее И рыбные магазины Также там Присутствуют Не можно Затариться Креветками Рыбой Что касается Проживания Мы поселились На Получается На уровне Улицы Набережная Ну это Набережная На самом деле Не так близко К морю Как звучит Это название Где-то 800 метров Ну тем не менее От нашего дома 10 минут К морю Нормальным шагом Мы Справлялись За это время Для нас Это было нормально Есть Ну как бы И У нас был номер С удобствами В частном секторе Получается Это Не те сарайчики Как были раньше Это Вполне нормально Обустроенное Помещение У нас Оно было Оббито Свежей вагонкой И как раз Перед нами Его Закончили Свеженький Хороший Новый номер Душ Туалет Как я сказал В номере Стоимость Такого Номера Двухместного 500 гривен На момент 2018 Года Было И Если кому-то Нужно подешевле Есть и подешевле Варианты Но они будут Немножко подальше Это Придется пройти до моря Минус 15 Тогда наверное Есть без удобств Варианты Где-то там 100-120 гривен С человека Тоже Вполне Там Такие Нормальные Узголи Кому нужно Поближе к морю Тоже много Вариантов Есть Различные базы Отдыха Частые мини-отели И там уже будут цены Начинаться Где-то там 800 гривен За номер И Пошло дальше Вот Ну Мы так подумали Что Отдавать 800 Там 1000 Полторы тысячи В сутки Просто за проживание Как-то Не очень интересно Что я могу сказать Про само море Ну Удивительно Для меня было то Что вот мы Здесь находились Ну И находимся Еще пока С 29 Июня По 6 Июля Вроде бы Такой Разгар Вроде бы Самый сезон Но Половина Дней Из этой недельки Что мы здесь Были Были такие Скажем так Облачные Хмурые Дождливые Нет Нет Не то чтобы мы Целый день Сидели дома Из-за этого Но Температура воздуха Была Значительно Ниже Чем мы Рассчитывали Где-то Ну там До 22 Наверное До 23 Опускалось Днем Были тучи Был дождик Днем Проскакивал Ночью Были Ливни Тем не менее Мы Конечно Купались Все Ну Море Естественно Штормило И Из-за этого Вот Как можно сейчас Увидеть Здесь Много Водорослей Нанесло Из Особенностей Отдыха В Лазурном То есть Готовске Тоже Наверное Это Вот Наличие Таких Больших Медуз Это уже Была Медуза Которая Пострадала От шторма Она не живая Но Там дальше Если зайти В море Они плавают Ну и Также Из-за того Что Море Поштормило Неслабо Водичка Потеряла Свою прозрачность Красоту Лазурность Такую И А вот Еще Медуза Вот Еще Медуза Вот Вот Такие Вот Ребята Плавают Просто Конечно Как минимум Это неприятно Бывает Когда Плывешь И Тебя Касаются Такие Создания Но Еще Есть Опасность Того Что Вы Вы Соприкоснетесь С Их Стрекательными Клетками И они Вас Ужарят Где-то По аналогии С крапивой Довольно Может быть Неприятно Да Сказал Что Море Стало Мутное Поскольку В спокойном Нормальном Достоянии Оно прозрачно Вода Посматривается Ну Сейчас Дни Стали Теплее Море Потихоньку Успокаивается Завтра Мы уже Поедем В Скадовск Посмотрим Как там Будет С Морем С Погодой Ну И Откуда Мы планируем Выехать На Остров Джаругач Об этом Я тоже Поснимаю Обзорчик Что Касается Пляжей Лазурного Ну Это Конечно Восторг Мне здесь Очень нравится Пляжей Они здесь Большие Они здесь С хорошим Белым Красивым Песком Ну И Я рекомендую Ну Там Где я Был Может Здесь Есть Еще Тоже Хорошие Места Мне нравится Например Быть На пляже Который Ну Если Брать А Немножко Правее Вот Этой Развлекательной Зоны Немножко Правее Выхода Из Мы идем по рынку Выходим Например На клуб Апельсин Вот там он Где-то За этой горкой Находится Вот Кстати Если Сейчас я Увиду Немножко Там Будут Видны Пальмы Этого Клуба Искусственные Пальмы Которые Ночью Светятся Сейчас Я покажу Вот Вот Это Пальмочка Клуба Апельсин То есть Мы Где-то В этом Районе Если Выходим К морю К пляжу Вот Упираемся В море И Нужно Пройти Немножко Правее И Вот Вы Видите Какой Замечательный Здесь Песок Белоснежный Песок Как на Мальдивах И Пляж Очень Большой Просторный Широкий Можно Хорошо Разместиться Найти Себе Место Также Подобный Хороший Пляж Где Не так Много Собирается Людей Находится Опять же Сдак Я сказал Справа Пройти Нет Получается Еще раз От Выходящего От апельсина Или По дороге С рынка Упираемся В море Идем Смотрим Стоим Лицом К морю Идем Налево Если Подобный Еще Большой Пляж Вам Нужен То Я рекомендую Тогда Пройти В сторону База Отдыха Чайка Это Последняя База Отдыха Перед Окончанием Пляжа И островом Там В этой Базе Есть Возле Этой Базы Даже Задолго Не доходя До нее И потом После Нью Тоже Большой Пляж С Подобным Песком Это Крайняя Левая Сторона Вообще Пляжа Курорта Лазурная На пляже Здесь Есть Разные Развлечения Катают На бананах Есть Прокатка Тамаранов Вот Горки Катают На парашютах Кстати На банане Здесь Интересно Тем Что Не Просто Прокатают Вас Отвезут К острову Там Дают 10 минут Покупаться Покупаться В принципе Это Интересно Чем Просто Так Прокатиться Вдоль Побережья Вот Пожалуй Все Значит Теперь Следующий Обзорчик Будет Наверное Про Про Скотол Завтра Мы туда Приедем И посмотрим Продолжение следует